Уважаемые коллеги, я на самом деле полностью согласен с Дмитрием Владимировичем, что мы на сегодня по большому счету не имеем никаких преимуществ от доступа того или другого, и выбор всегда будет зависеть от того опыта, который накоплен центром, накоплен конкретным хирургом. Но тем не менее мы видим каждый день все больше и больше публикаций, посвященных непосредственно малоинвазивному хирургическому доступу. Я именно так его и назвал, потому что на сегодняшний день все-таки данные, которые публикуются, говорят о том, что и роботизированный, и лапароскопический доступ по сравнению с открытым обладают именно одинаковыми преимуществами, в том числе и недостатками, как у любого доступа бывает. И, конечно, это меньшее все-таки число общих осложнений, меньшее объем кровопотери, объем кровопотери и интероперационная трансфузия являются негативным фактором прогноза общей выживаемости больных при радикальной цистектомии. Меньшее использование анальгетиков в послеоперационном периоде, более короткий госпитальный период. И на самом деле это очень немаловажные факторы, как непосредственно самого больного, так как это обуславливает именно один из компонентов ранней реабилитации пациентов, в частности, и после этого хирургического вмешательства. На самом деле уже есть работы, которые показывают, что если считать все от начала до конца, то за счет именно сокращения госпитального периода стоимость малоинвазивных доступов даже меньше, чем стоимость открытого доступа. То есть можно посчитать и так. Конечно же есть и недостатки, это значительно более долгое время, но тем не менее я посмотрел среднее время брикера открытого, 280 минут, и те же самые цифры мы демонстрируем на сегодня при накоплении опыта по прошествии 10 лет в последние годы, демонстрируем те же самые временные промежутки, 280 в среднем минут для формирования, ну вот с эстектомией с формированием или кондуита по брикеру. О стоимости я уже сказал, но на самом деле на сегодня можно, наверное, безапелляционно сказать, что самое главное это визуализация и эргономические преимущества. И здесь, конечно, за роботом абсолютное преимущество, именно поэтому мы сегодня видим абсолютное большинство публикаций, посвященных роботизированной цистектомии. Именно это на сегодняшний день определяет и выбор абсолютно многих хирургов при выполнении данного оперативного вмешательства. Как уже было сказано, онкологические исходы, они не отличаются от непосредственно выбранного доступа, и, конечно, прежде всего они будут зависеть от тех характеристик самого опухолевого процесса, с которым пациент попадает на операционный стол. При этом действительно мы много видим работ, но, к сожалению, как сказал сегодня Борис Яковлевич, абсолютное большинство сегодняшних исследований, посвященных радикальной цистомии, в том числе прежде всего выбору доступа, оно входит в разряд комической оперы о нерандомизированных исследований с понятными критериями рандомизации. Поэтому на сегодня мы прекрасно понимаем, что если мы будем брать совершенно одинаковые когорты пациентов, то результаты хирургического лечения, независимо от доступа у этих пациентов, будут одинаковые. Небольшое рандомизированное исследование, в нем, например, было показано, что частота осложнений при открытии цистомии 70%, априларпоскопии 26%. Я понимаю, что это, на самом деле, наверняка не совсем справедливо, но, тем не менее, ранние послеоперационные осложнения и более легкий послеоперационный период являются основным трендом малоинвазивного лечения. В январе 1887 года была выполнена первая радикальная цистэктомия с расчетной возможной смертностью в 34,5%. И, конечно, все то, что сделано за этот огромный промежуток времени, история открытой радикальной цистэктомии, позволило снизить то самое тяжелое осложнение, это смертность пациента в первые 30-90 дней до цифр в пределах 8-10%. Это те средние цифры, которые демонстрируют большинство центров, которые обладают опытом в открытом хирургическом доступе. А теперь представьте опыт лапароскопического доступа менее 30 лет, опыт роботизированного доступа менее 20 лет. Очень маленький опыт данных вмешательств, и, тем не менее, на сегодня они демонстрируют абсолютно сравнимые результаты с открытым хирургическим доступом при наличии совершенно понятных и объективных преимуществ, в том числе, как я уже сказал, прежде всего визуализации и эргономики выполняемого хирургического вмешательства. К сожалению, в карете прошлого далеко не уедешь, мы прекрасно знаем этот афоризм. И поэтому, на самом деле, сегодня говорилось, что мы где-то задержались сегодня на оценке и сравнении доступов, но на самом деле, мне кажется, что просто на сегодня мы находимся в той точке, где та роботизм-малоинвазивная хирургия – это тот эмбрион будущей хирургии, к которому мы стремимся, куда будут наслаиваться различные технологии, в том числе и автоматизация различных этапов, хорошая навигация совершенно на другом уровне, автоматизированная навигация и так далее. То, что мы будем видеть в будущем при хирургии, конечно, активному хирургу, тем более открытому хирургу, где все решалось его видением и его принятием решения, подобные перспективы порой достаточно болезненно воспринимаются сердцем, но тем не менее это будущее. Именно поэтому сегодня мы все больше и больше выполняем малоинвазивных хирургических вмешательств, в том числе радикальных цистектомий. Если говорить о различных показателях, которые оцениваются во многих клинических исследованиях, еще раз повторю, они на самом деле достаточно разнонаправлены, и это как раз та проблема тех клинических исследований, организации исследований, которые мы видим в этой области. Мы можем видеть и большее число осложнений, осложнений, таких как тромбоэмболических, осложнений со стороны раны при открытом доступе по сравнению с роботическим, а в другом исследовании видеть другие результаты. Поэтому на сегодня все-таки, наверное, концепция того, что действительно мы имеем сходные результаты как по числу осложнений, так и по онкологическим результатам, так и по функциональным результатам, это является основной парадигмой пока развития этих событий. Но еще раз повторю, история, совершенно разная история одного и другого опыта, и время, и опыта пока не хватает. И на сегодня надо понимать, что основным в безопасности радикальной цистектомии является опыт центра. Причем не опыт хирурга, не опыт конкретного человека, а опыт всей мутилдисциплинарной команды, которая занимается этой проблемой в данном конкретном медицинском центре. Лечение мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря – это многопараметный подход. Здесь очень много специалистов, очень много отделений завязаны на выполнение, в частности, данного хирургического вмешательства или выбора тримодального подхода, что значительно улучшает эффективность лечения этих пациентов. Это одна из работ 2021 года, где продемонстрирована действительно роль именно опыта центра. Мне больше понравилась даже не оценка последнего слайда смертности, но именно тех нюансов и подбора пациентов, которые попадают на то или иное лечение. Мы видим, что в центрах с опытом более 40 радикальных цистектомий в год молодые пациенты оперируются чаще. Здесь показания выбираются более остро, в том числе пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, группа плохого прогноза, где высока вероятность прогрессирования опухолевого процесса. Именно в этот момент у этих пациентов радикальная цистектомия покажет наилучшие онкологические результаты. Но выбрать этих пациентов, отобрать их, решиться у молодого пациента с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря выполнить раннюю радикальную цистектомию, это требует действительно большого опыта. И не просто опыта хирурга, а именно опыта центра, где это все будет решаться консилиумом специалистов. В центрах, где более высокий опыт лечения этих пациентов, они демонстрируют значительно большую частоту проведения неодевания. Что также является хорошим прогностическим фактором для пациентов, которых лечат по поводу мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. И центры с малым опытом часто игнорируют эту опцию, которая для ряда пациентов является достаточно важным компонентом их лечения. Ну вот та самая смертность в 30-дневный, 90-дневный период, мы видим опять же, что показатели смертности в центрах, где оперируется более 40 пациентов в год, значительно ниже по сравнению с менее опытными центрами. Поэтому, еще раз повторю, очень важно выбирать, то есть говорить о том центре, где большой опыт в принципе лечения пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. И тогда ему будет предложен наиболее оптимальный вариант лечения, последовательность лечения. И результаты, в частности, радикальной цистектомии, независимо от доступа, будут хорошими как по показателям смертности, так и осложнений, так и по функциональным показателям после хирургического вмешательства. Таким образом, основной принцип, чем больше, тем лучше. Чем больше вы оперируете, тем больше лечите этих больных, не оперируете, а именно чем больше лечите вы этих больных, тем лучше результаты. Именно поэтому я сегодня в нашем центре выправил лапароскопический доступ, что мы достигли на сегодня этого показателя. И можем говорить о том, что, выполняя лапароскопическую радикальную цистектомию, мы будем иметь не худшие результаты в сравнении с открытым хирургическим доступом. Если говорить о личном опыте хирурга, то здесь есть определенные предпочтения в отношении определенной группы пациентов. Более сложных больных отмечают высокий индекс массы тела. Однако я считаю, что высокий индекс массы тела как раз показания к малоинвазивному доступу. А также осложнение со стороны раны будет значительно ниже. А у этих пациентов это одна из основных проблем. В частности, примеры тех пациентов, которые были прооперированы лапароскопическим доступом, и у этих пациентов было стандартное послеоперационное течение. Присутствующая химию, радиотерапия, хотя есть ряд исследований, показывают, что они никак не влияют на результаты именно в центрах с большим опытом. Операции, ранее проведенные на органах малого таза, могут несколько ограничить у хирурга с низким опытом возможности проведения хирургического вмешательства. Естественно, достаточно обширное распространение также может быть ограничением к малоинвазивному доступу. Но оно будет ограничением к любому хирургическому доступу, и открытому, и лапароскопическому, и роботизированному. Поэтому это достаточно относительные критерии. Очень важным этапом выполнения, наверное, наиболее технически таким тонким этапом является формирование уртера или анастомозов. И, конечно, все приводят значительно меньшей все-таки частоту стриктур, но мне показался этот постер достаточно таким честным, потому что общая частота 17% формирования стриктуры, и эта работа была посвящена именно оценке частоты формирования стриктур анастомозов. И в том числе здесь было показано, что роботизированный анастомоз, стриктура развивается значительно чаще. Но, опять же, вопрос об опыте, который был у данного центра и у данных хирургов. И здесь использовался именно интеркорпоральный доступ, хотя в большинстве исследований говорится о том, что интеркорпоральный доступ обладает меньшей частотой стриктур по сравнению с экстракорпоральным формированием анастомозов или кондуита по брикеру. Конечно, это прежде всего связано с сохранностью самого мочеточника и сохранением его кровоснабжения, потому что основная причина стриктур, а вот в предшествующем исследовании было на слайде показано, что частота стриктур коррелирования и с несостоятельностью анастомозов, и с подтеканием мочи, это, на мой взгляд, типичное развитие этой ситуации. Другое дело, что клинически она может развиваться по-разному от кратковременной стечения мочи, и ранним рубцеванием, и либо вообще развитием разлитого мочевого перитонита. Так вот, в нашей небольшой работе мы продемонстрировали, что у тех пациентов, где мы достаточно значительно резицировали дистальный отдел мочеточника, практически выше подвздошных артерий, частота формирования стриктуры была в 30 раз ниже, чем у тех, у кого оставлялись достаточно протяженные дистальные отделы мочеточников, что, естественно, связано с нарушением иннервации, и вот тот сохраняемый длинный фрагмент мочеточника всегда является ишемизированным, и ситуация развивается по тому сценарию, о котором я говорил выше. Возможно, вариант самого формирования анастомозов имеет значение. В частности, в этой работе было показано, что анастомоз по Олесу более функционален, чем по Несбиту. То, о чем я говорил, внедрение новых технологий позволит решить и эту проблему. В данной работе использование методики ICSG с эндециан зелёным с возможностью оценки непосредственно в ранней степени кровоснабжения сохраняемого дистального отдела мочеточников позволяет при использовании этой методики чуть ли не снизить, то есть вообще не демонстрировать наличие стриктур после формирования анастомозов. При отсутствии этой методики до 10% всех анастомозов имели стриктуры. Таким образом, на сегодняшний день, и это закреплено в сегодняшних стандартах, действительно малоинвазивная радикальная цистомия демонстрирует достоверно более длительное время хирургическое вмешательство. Но, опять же, повторюсь, это ограничено все-таки прежде всего опытом. Большую стоимость, опять же, всё зависит от полной организации лечения этого пациента, от его обращения до дня выписки. Более короткий период стационарного лечения и меньший объём кровопотери в сравнении с открытой радикальной цистектомией, а объём кровопотери, как я уже говорил, является негативным фактором прогноза общей выживаемости этих пациентов. Малогнозивная радикальная цистомия демонстрирует сравнимые онкологические результаты, число осложнений, а также показатели общей смертности. Ну и, как мы уже достаточно подробно обсудили, основное – это опыт хирурга. Но не опыт хирурга, а именно опыт центра, потому что только при налаженной работе всех этапов переоперационного введения этих пациентов позволяет снизить как число осложнений, так и смертность, так и позволить осуществить раннюю и быструю реабилитацию этих пациентов и вернуть их жизни. Таким образом, клиническая роль выбранного хирургического доступа на сегодняшний день остаётся неясным. Необходимо, конечно, дальше изучать возможности этих доступов, но самое главное, мне кажется, не изучать возможности, потому что этому уже много, наверное, посвящено, а вносить что-то новое и совершенствовать эти доступы о развитии современных технологий на сегодня, конечно, в основном связано с роботизированным подходом и, в частности, при этих хирургических вмешательствах. Спасибо за внимание.